Ну что, ребята, давайте подведем итоги. Следующий стрим я постараюсь подрубить в понедельник. Я хз точно что будет, возможно будет диско Элизиум, может быть будет не диско Элизиум, я точно не знаю. А ТФ, быть может быть даже подрублю ТФ, я точно не знаю. Либо диско Элизиум, либо ТФ, либо может быть попробуем в Фир Энд Ханкер зайти. Интересы ради? Давай Фоллыч все его ждут. Не, никто Фоллыч не ждет, нахому Фоллыч нужен. Фоллыч, убогая серия игр про постапок. Очень много игр есть, которые гораздо лучше про постапок, чем Фоллыч. Сделали какие-то там ущербы вообще непонятные. То есть первые два Фоллыча это очевидно Кал. Третий Фоллыч еще более-менее попытка. А Нью-Вегас в принципе неиграбельный, потому что затачивался по третью плойку. То есть он максимум только если модов накатите, то там только геймплей улучшается. По сюжету там вообще длесня. Фоллаут 4, ну тоже так вот, более-менее. Слишком жирно. Слишком жирно? Серьезно? Серьезно? Слишком жирно? Высрал кринж? Неправда. Я говорю абсолютную правду. Самая лучшая часть Фоллаут 46, 76. И то потому, что в него никто толком не играет. А то же самое про первую ротику такое дремище, а еще Моровинт Рыгалова. Но из всех нормальных игр по Делдер Скроллс это только Моровинт и Обливинт. То есть Скайрим, Кал Говна, Даггерфолл, Двисня, Первая Арена. Вообще просто копирочка Ultimate Underworld. То есть и в принципе в чем я не прав. То есть люди, которые сделали Фоллаут, сделали в итоге... За которые задействованы были Фоллаут, в итоге сделали Арканум. Арканум тоже недоделанная хуйта, ровно как и вампиры Маскарад. Не умеешь ты рофлить и байтить. А это не рофлы. Буквально не рофлы. Я еще более-менее первым Фоллач употребил. Да. Но вот второй уже силы нет. Сколько в него не пытался. То есть это тупая изометрия, где чел, блядь, бегает какими-то углами. И просто дрочить на Фоллаут, потому что там есть пара рофельных моментов про Сержанта Дорнана. Ну такое себе. Денжин Импакт Игра Богов. Нет, господи, аниме. Аниме же Дрисня. Это же каким додиком надо быть, чтобы аниме смотреть азиатские мультики. Вам кучу классных советских мультиков нарисовали. Добрых, со смыслом, с классными сюжетами. Нет, вы просто дрочите на какую-то хуйню. Потому что там иногда панцу мелькают. Вот такое себе. Нет, Готика это, кстати, нормальные игры. Очень хорошие. Намного лучше Делтер Скроллса, кстати. Сколько бы там из этих срачей не было, что лучше, Моровинд или Готика вторая. Готика, даже Готика третья намного лучше Моровинда. Как минимум, потому что там боевка нормальная. В Моровинде вообще пиздец какой-то. Там на начальных уровнях ты просто вот бьешь, вот, тыкаешь, в ебучего фуражира попасть не можешь. Потому что, ну, у тебя просто банально какие-то циферки не прокачаны. Ну, такое себе. Звучишь, как обычный журналист. Что значит китайские порно-мультики? Нет, аниме это китайские порно-мультики. Это даже спорить не надо. Единственное, вот, благодаря чему можно смотреть аниме, допустим, ту же самую Коносубу, это из-за озвучки Анкорда, а не Даба. Все. Продолжаю поливать базы этот ввысер изометрический. Фоллаут, это кал. Ну, просто очевидно, оригинальные Фоллачи, Арканумы, Вампиры Маскарады, они просто неиграбельны именно вот в изначальном виде. Они играбельными стали только после того, как игроки модов накатили. Создали кучу модов, где возвращается часть контента, улучшается геймплей и так далее. Ну, потому что разрабы во многом, конечно, ущербы. Какие бы таланты там ни сидели, это все равно ущербные таланты. И тут не поспоришь. То есть, ну, вы видели, как у меня со скрипом шел первый Фоллаут? Это же вообще ужас. Из Металгеров единственная нормальная часть Райзинг. Нет, Металгер это, в принципе, обсосная хуета. А Райзинг это просто байонета про мужиков. То есть, это даже не Металгер, в принципе. И, по сути, по этой же причине Металгер Райзинг это реально единственная нормальная Металгер. Потому что это даже не Металгер. Вот. А на сегодня все, дорогие друзья. Всем большое спасибо за внимание. До скорых встреч и... Пока. Еще увидимся.